Скажи, как оккупацию прожил? И что, что было тут? Тяжело пережили. Притеснения. Нельзя было ничего не сказать. Просто. Скажите, все ходили, прятались. Кто что-то хотел сказать. Как было сказано от них же, хочешь что-то сказать, лучше молчи. Многих забирали на подвалы. Ну, сам почти сутки был на подвале. Просто только за то, что ждал, что это все закончится и придут наши ЗСУ. Были? Каждые два часа. А чем мотивировался? Много разговариваю. То есть сильно жду и много разговариваю. Пытался как-то людей объяснить людям, что все будет. Чуть-чуть, ну не сейчас, может завтра, послезавтра, чтобы не теряли надежду. Ну вот за это. Ну и плюс благодарные соседи. Сдавали, да? Здесь каждый там третий за банку тушенки. Вплоть до того, что машины показывали, где пальцами просто приходили. Вот, на тебе бонус. Поэтому ожидаем, что это все как бы будет какой-то вердикт, наказание этим людям. Потому что если не будет, ну тогда уже люди сами будут наказывать. Тим коллаборантам, да? Да они просто коллаборантам, просто люди, которые хотели, как бы у них не было ничего. И они хотели получить все. Ну для того, чтобы получить все надо немножко постараться и поработать. И они просто вот так вот щелкнут пальцами и тебе все принесут. Поэтому... Так вот, Максим. Друзья, смотрите. Максима машина також постраждала. Был прилет. И вот. Вот что случилось. И еще в него хотели отжать и орки эту машину. И два раза. Два раза он еще бил его за эту машину. Смотрите. 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 Это прилетела мина. Вот. 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 Вот.